Я за молодое поколение переживаю. Я-то уже, как говорится, уходящий, а у меня же есть наследники, дети, внуки, правнуки уже, поэтому я и хожу сюда. Хочу, чтобы было будущее, ну не такое, как сейчас. Мне не нравится все, что сейчас происходит. Я против, особенно вот вакцинация, это вообще дурдом. Они, как-то, мою правнучку, будут какие-то искуски, как они их сказать, но она не опробирована. Не проверит она. Да, вот это вот, бациллу какую-то вливать ей будут. Я сама никогда не пойду, даже под расстрелом. Мы все против. И все мои близкие, вот сейчас позвоню, почему-то не подошли. Вот рядом живут за оперным. Сейчас придут еще, тоже так же, рьяные борцы за своих детей, за будущее молодого поколения. Поэтому я хожу, на митинги ходила, хожу и буду ходить. Я знаю, вы выходили тогда, по-моему, 31 января в поддержку на митинге Раванова. Да, 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 все, выхожу. И буду выходить. Чем больше нас придет, тем лучше. Я только за лучшее будущее молодого поколения. Никаких вакцин, никакого насилия, особенно над дременными женщинами и детьми. Это вообще исключено. Тем более, вот врачи Гундаров, Редько, Чучалин, Игорь, по-моему, Денисов. Они все конкретно, ведь они же медики, профессора там, какие-то степени имеют. Они же доказывают всю вредность этих инъекций. Ну разве можно, почему бабки идут? Вот мне 75 лет, да я не собираюсь никогда. Я лучше буду лук есть и чеснок. Так, а вы видели, что власть делает? Они поручили привлекать к ответственности врачей, которые говорят, что прививка, она, ну, по крайней мере, бесполезная, либо вредная. То есть врачей привлекать. И вот на этой неделе был репортаж, даже два репортажа, что 15 сначала врачей уволилось, ну, скорой помощи отказались от вакцинации, потом еще 12 уволились. И власти региона заявляют, да мы восполним, да где вы восполните, у нас в любую, какую область не возьми, везде врачей не хватает, везде персонала. Мы звонили в скорую помощь, когда семья заболела, пять дней ждали скорую помощь. Правильно, подтверждаю. И вместо врача пришел этот студент институт, волонтер. Вот как она называется? Не новация, как она называется там? Оптимизация медицины. В больницу не попадешь даже к терапевту. Вот надо мне, например, на пальчик заболел, а мне надо сначала к терапевту пойти, а я к нему попасть не могу. Мне надо ждать по записи, недели через две только запишусь. Вот, а потом еще и к хирургу к этому не попаду. Там тоже, наверное, такая же запись. Поэтому беспредел, беспредел. Мне это вот все не нравится, я против этого. Вот, поддерживаю. Ну, вот против, я против. Вот, да, люди вот сейчас, допустим, уйдут в этот сад.